Здравствуйте, меня зовут Павел Багрянцев, и в этом видео я бы хотел рассказать три секрета, которые относятся к такой замечательной области, как тайм-менеджмент. Я глубоко убежден, что у большинства людей с тайм-менеджментом все настолько плохо, что они не могут завершить свои дела, у них вечно не хватает времени, у них не хватает времени для того, чтобы провести время с семьей, пообщаться с друзьями, и они работают, по-моему, круглые сутки, либо не выходят из своих дел, или не вылезают из своего бизнеса. Проблема в том, что не организовано свое собственное время, и давайте подумаем, почему такое случается. Я вам расскажу несколько советов, которые я использую в своей жизни. Конечно, методик очень много, но чтобы не занимать ваше время, я расскажу три самых основных. Итак, первое, на чем бы я хотел, чтобы вы сосредоточились, подумайте, пожалуйста, на тему. Было ли с вами такое, когда вы просыпаетесь рано утром, и очень рано начинаете делать все дела, если вы встали в 5-6 утра, такое раз-два в год, но все-таки бывает, иногда очень даже случайно, когда вы просыпаетесь без будильника, и начинаете делать свои дела тоже очень рано. Вы вдруг без пробок успели куда-то заехать, вы приехали раньше назначенного времени, когда еще какое-то заведение даже не открылось, и вы за этот день успеваете очень много. Просто как будто уже 12 часов дня или часа вы уже переделали все дела. И такое ощущение, что, ну вот я напишу, да, рано, рано утром. Нужно просыпаться рано утром и начинать делать дела свои ранним утром. И как будто магия. А если вы начинаете делать свои дела в 12, в час, если долго спали, либо первую половину дня занимались чем-то не тем, то почему-то вы до самого позднего вечера не можете разгрестись. Я на самом деле недавно думал об этом феномене, почему так бывает. И заметил одну вещь. Я, конечно, не все понял, почему так случается, какое-то волшебство, можно сказать. Но я заметил одну вещь. Днем очень много отвлекающих манеров. Мы не можем сосредоточиться, потому что социальные сети, телефон, близкие вокруг, они с вами общаются, они у вас что-то спрашивают, они тоже требуют внимания. И в итоге вы все время переключаетесь. То есть у вас не получается довести одно дело до конца, и вы все время отвлекаетесь, а потом тратите время на то, чтобы опять на чем-то сосредоточиться. И вот такая текучка, как будто каша мала, все идет в перемешку. Это первый вор времени. Второй вор времени, это все-таки днем все немного дольше. Все немного заняты, занят транспорт, пробки, и движение как бы замедляется. Когда в 6 утра вы куда-то идете, нету людей, нету ничего. И вы предоставлены сами себе, и вы все начинаете делать в своем темпе. Вы все начинаете делать очень быстро. Это первый мой вам совет. Второй совет. Есть такое правило, что мы переоцениваем то, что мы можем сделать за один день, и недооцениваем то, что мы можем делать за год. Делайте лучше меньше, лучше меньше, но чаще. Прошу прощения за почерк, я левша, поэтому я не претендую на то, что вы понимаете, просто знаете, что я здесь записал. Потому что, когда вы пытаетесь забить свой ежедневник огромным количеством дел, и, как всегда, не выполняете это, то в альтернативу этому заполните ваш ежедневник, пускай там будет 2-3 самых главных дела. Но пускай так будет каждый день, пускай так будет каждый будний день. Потому что иногда мы пытаемся за один день в понедельник переделать абсолютно все дела, а потом якобы у нас будут свободные дни, мы освободим время. Такого никогда не бывает, и по опыту вы, наверное, об этом уже знаете. Поэтому планируйте меньше, но делайте это просто чаще. Освободите себе время. Поверьте, если вы будете заняты целыми днями, вы все равно не переделаете всех дел. И именно для этого вступает третье правило. Это сначала концентрируйтесь на самых важных вещах. И, опять же, давайте проговорим про утро. Давайте проговорим про утро. Потому что, когда вы утром начинаете делать самые важные вещи, вы их начинаете делать быстрее всего. Поэтому важность на первом месте. Дела менее важные, их, как правило, проще всего осуществить. С кем-то проще договориться, что-то проще сделать. И, соответственно, когда вас днем даже кто-то отвлекает, вы отвлекаетесь на что-то другое, то вам легко вернуться в обратное русло. Но то, от чего вы отказываетесь, то, что вы уже отодвигаете все дальше и дальше, делайте, когда у вас максимальная концентрация энергии. А у человеческого организма это обычно раннее утро. Вот такие вот советы. Если вам понравились эти советы, ставьте лайк, ставьте мне нравится. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии. Насколько вы согласны со мной? Если согласны, то с чем? Если не согласны, то тоже с чем? Итак, до встречи в следующих видео. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok